Ловко поймать мячик или аккуратно закрасить контур рисунка. Большая задача для маленького человечка. Способность выполнять мелкие и точные движения называются мелкой моторикой. Она координирует важнейшие системы организма. Память, зрение, восприятие, внимание. Кроме того, в головном мозге тесно соседствуют речевой и моторный центры. Поэтому движения пальчиков помогают развитию речи. Еще во II веке до н.э. древние китайцы утверждали, что упражнения с участием рук и пальцев гармонизируют тело и разум. Массируя определенные точки, можно воздействовать на внутренние органы. Так известный педагог Сухомлинский утверждал, что ум ребенка находится на кончике пальцев. И хорошо знакомые нам сорока-ворона, ладушки и им подобные народные игры – не что иное, как оздоравливающий и тонизирующий массаж на базе акупунктуры. Его можно и нужно делать даже грудным деткам. С самого рождения дитя постигает азы моторики. Сначала разглядывать свои руки, потом учиться ими управлять. Держать ложку и карандаш, завязывать шнурки, застегивать пуговицы, лепить. Крохом до одного года очень полезно трогать разные текстуры. Пересыпать между пальцами крупы, сахар, горох или орехи. Все детские игры, на первый взгляд, бессмысленные, на самом деле очень важны. Строя песочные замки, хлопая в ладошки, катая машинки, ребенок заставляет мозг работать активнее и, следовательно, быстрее развивается. Для того, чтобы направить энергию подрастающего малыша в нужное русло, существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой моторики, такие как рисование, лепка или пальчиковые игры. Суть игр состоит в том, чтобы научить ребенка изображать предметы или различных животных с помощью пальцев рук. Так, для того, чтобы изобразить ежика, нужно сцепить руки в замок, выпрямить пальцы одной руки и большой палец с другой. Когда ребенок научится самостоятельно делать упражнения, можно переходить к разыгрыванию сказок. Стоит помнить, что маленький человечек познает жизнь в движениях и ощущениях. Значит, чем четче и точнее будут движения, тем осмысленнее будет происходить знакомство с миром. А наша задача, как взрослых, помочь ему в этом. Ну, можно разговор о детках вести, мне кажется, бесконечно, потому что в вопросах образования есть широкий спектр того, чего нужно изучить родителям перед тем, как, я не знаю, прийти к вот этому ответственному действию в виде воспитания детей. Ну, естественно, мы внесем хотя бы маленькую каплю в это во все. Ну, а прямо сейчас еще и большую, я надеюсь, что каплю, может быть, даже не каплю, внесет Асель Джекубекова. Это координатор программы «Школа детства». Доброе утро, Асель. Доброе. Доброе утро. Ну, и первый вопрос, естественно. «Школа детства». Что это? «Школа детства» — это одна из программ нашего фонда, фонда инициативы Розы Атамбайлой. Эта программа направлена на то, чтобы рассказать нашим родителям, мамочкам, папочкам, бабушкам и педагогам-дошкольникам о новых методиках раннего развития детей. А много их сейчас, новых методик? Ну, вот, в принципе, в мире достаточно много, и они появляются все время. Вот в прошлом году мы начали новую программу для Кыргызстана, новую, которая очень широко известна в мире уже давно. Ну, это методика Марии Монте-Сори. То, о чем мы только что говорили. Да, о том, что говорили. И я рада сообщить всем, что в июле состоится первый выпуск наших первых педагогов, первых родителей, которые получат сертификат Монте-Сори-педагога. Ну, а как отбирается методика, которая может, я не знаю, приняться в нашей стране, и та, которая сразу откидывается? Ну, в принципе, видите, мы стараемся максимально консультироваться со всеми, вот, с теми же педагогическими вузами, с другими системами, структурами системы образования, так, чтобы программа соответствовала каким-то реалиям Кыргызстана, и, тем не менее, она была нова и вносила некие, так скажем, инновации в систему дошкольного образования. Ну, вы сказали, что Монте-Сори у нас в Кыргызстане появилась здесь программа, это год назад. А в мире она сколько уже существует? Методика молодая или нет уж? Нет, методика довольно старая. Вот в Москве в октябре проводилась большая всемирная конференция, посвященная столетию методики Марии Монте-Сори. Да, в мире эта методика очень широко распространена, и, допустим, целые страны, такие как Индия, Филиппины, они, Япония, Южная Корея, они прям сидят целиком, вот система дошкольного образования, она полностью работает по системе Марии Монте-Сори. Ну, а если поговорить о других системах, которые тоже, я не знаю, активно будут вводиться в нашей стране, или сейчас находятся в некой разработке, есть что-то такое? Да, вот мы также провели несколько тренингов, в частности, тренинг вот по методике Николая Александровича Зайцева, вы, наверное, слышали, кубики Зайцева. Это такая методика, которая позволяет очень быстро и легко, не тратя нервы родителям, педагогам, обучить ребёнка считать, писать, читать и прочее, подготовить его к школе за очень короткий срок и, так скажем, безболезненно для обучаемого и того, кто учит. Мы провели тренинги по методике раннего музыкального развития Санатал. Это методика музыкального развития во время беременности. Музыкального развития во время беременности. То есть это определённое прослушивание определённой музыки. Да, да, то есть мамочка, которая ждёт ребёнка, она прослушивает музыку. А вот какую нужно слушать? Или там в зависимости от настроения, от погоды? Да, да, в зависимости от настроения, от состояния мамы. Она слушает ту или иную мелодию, и ребёнок рождается, так скажем, уже более восприимчивым. С песней. С песней, да, с песней по жизни. Но это ей нужно продолжать, естественно, да, и всё это музыкальное воспитание. Господи, сколько всего интересного. А если, например, немного в сторону отойти от всех методик, и просто вот какие-то обычные, практичные бытовые советы. Вот, например, смотришь сейчас маму, у которых дети дошкольного возраста по дому, да, вот что им нужно делать? Может быть, там, не знаю, развивайте моторику, да, руку, мы уже об этом рассказали, как это важно. Вот какие-то такие, несколько советов можете сейчас поделиться ими? Ну, вот сейчас ещё одно направление, с которым работает наш фонд, это то, что детей с самого раннего возраста нужно приучать к чтению. То есть, знаете, вот, любовь к чтению, к книгам, она прививается с самого раннего возраста, с пелёнок. Поэтому я бы очень советовала мамам, папам особенно, папам, бабушкам, дедушкам и другим домочадцам, так скажем, самим полюбить книгу и каждый день читать своему малышам хотя бы несколько... Читать самостоятельно, не учить их читать. Да, читать, и ребёнок таким образом просто будет, так скажем, расти вот в этой ауре любви к чтению книгам. Ну, а здесь есть большая линия в том, что именно читать? Ну, существует просто масса, это же огромное море тех детских книг, которые... Ну, обязательно детские книги, да? Ну, детские книги, да. Не общая любовь к чтению. Война и мир, поехали, давай, как раз до пяти лет дочитаем, давай, с самого раннего. Ну, я думаю, что если вы начнёте месяцев с пяти, может быть, и будете читать, то до пяти лет, может быть, вполне дорастёте до каких-то серьёзных книг. Сколько всего интересного. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, естественно. Я сегодня чувствую, всем буду говорить спасибо за то, что они делают, потому что люди делают хорошее и правильное дело. Ну, тут тоже, кстати, можешь когда-нибудь присоединиться и сделать какой-нибудь хорошее и правильное дело. Асель Джакубекова была сегодня с нами, это координатор программы «Школа детства». Спасибо, Асель. Спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»